Минувшей ночью вышел очередной выпуск статьи на этой неделе в Банже. Давайте коротко обсудим, что нам рассказали самого важного. Во-первых, подвели итоги рейдовой гонки и раскрыли подробную статистику. Согласно ей, Склеп Глубокого Камня в первый день закрыли 29 814 команд, что абсолютный рекорд. Для сравнения прошлогодний Сад Спасения закрыли 551 команда. Кроме рейда нам рассказали, что более 979 тысяч стражей получили Меч Плач после появления квеста на него в игре. В начале этой недели разработчики запустили благотворительную кампанию Хранителей Света Game2Give, которая помогает в сборе средств на лечение больных детей в десятках госпиталей. Популярные стримеры будут еще более недели участвовать в этом марафоне и помогать собирать деньги для больниц. Кстати, я тоже принимаю участие в марафоне по приглашению Банжи. 10 декабря пройдет мой стрим, так что я буду рад, если и наше сообщество сможет сделать посильный взнос на такое хорошее дело. Подробнее расскажу в анонсе ближе к дате стрима. Железное знамя начнется 8 декабря в 8 часов по московскому времени и продлится неделю до 8 часов по московскому времени 15 декабря. Это первое железное знамя в этом сезоне, так что пора готовить своего стража к битве, собирать команду и отправляться за получением эксклюзивного сета брони и оружия. В этом сезоне сет выглядит вот так. Тут, к сожалению, ничего нового, сет старый, а наградным оружием станет револьвер и винтовка разведчика. Позже на канале выйдет отдельное видео, посвященное наградам железного знамени. 8 декабря на консолях нового поколения выйдет долгожданное обновление для Destiny 2. Быстрые загрузки, 60 кадров, регулируемый уровень обзора, все прелести современного гейминга, так сказать. Так что если вы обладатель PS5 или Xbox Series X, помечайте эту дату в календаре. Однако обновление 8 декабря принесет не только патч для консолей, но и для игры в целом готовятся важные изменения. Например, с этим патчем в игру вернется столь любимое подземелье Откровение, которое было представлено в прошлом сезоне, но удалялось на короткий промежуток времени для мелких исправлений. Подземелье будет бесплатным для всех игроков, а наградой раз в неделю будет сверхмощная часть брони или оружия. Пишите в комментариях, нужен ли стрим, на котором бы я вновь помогал подписчикам пройти его. Начиная со следующей недели, игроки смогут забирать контракты у торговцев Destiny 2 прямо через мобильное приложение Destiny. Получать их можно, когда игрок находится офлайн, на орбите или в башне, то есть не прямо во время активностей. Кроме этих изменений, патч конечно фиксит множество багов и проблем. Например, раздражающий баг в коллекции, когда интерфейс забывал, на какой странице остановился игрок после предварительного просмотра какого-нибудь предмета, и возвращение на предыдущую страницу уводило вас в корневой каталог. Экзотическому шлему маска Браксис на Охотника исправили описание главного перка. Бонус к урону действует на всех мобов и увеличивает любой урон от электрического оружия и любой урон по замедленным или замороженным врагам. Напоминаю, патч выйдет 8 декабря. Подробнее обо всех изменениях и времени установки патча мы напишем в нашей группе ВКонтакте. Не забудь на неё подписаться, чтобы не пропустить. Ссылка будет в описании. Ну и спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok